У России лишь два союзника, армия и Дональд Трамп. По крайней мере, у России нынешний под управлением Владимира Путина, у России которая ведет агрессивно-оккупационную войну в отношении соседнего государства. Раньше вторым союзником России обычно назывался флот, но совершенно очевидно, что нынешний флот России не является ее союзником, а скорее является союзником Украины и большой обузой для России, потому что Россия регулярно теряет свои корабли, собственно, которые стоят миллионы долларов, и на которых присутствует большое количество экипажа. Исключением не стало и 14 февраля 2024 года, то есть сегодняшний день. Россия вновь потеряла корабль. Это большой десантный корабль. Их вообще осталось в Черноморском флоте, по-моему, штуки две, потому что Украина довольно регулярно выводит из строя эти корабли, а также топит. Сегодняшний наш виновник событий, Цезарь Куняков, не просто, там, я не знаю, был подбит или что-то такое, он отправился именно что к крейсеру Москва, то есть на дно, он затонул. То есть в результате атаки на этот корабль он затонул, до этого детонировались его боеприпасы и, судя по всему, унесли какое-то количество жизней. Что произошло с российским кораблем? Почему Россия раз за разом ничего не может поделать с доминированием Украины в Черном море, хотя у Украины даже нет кораблей, практически нет кораблей собственного флота, мы сегодня с вами обсудим. Ну а также на что это влияет, почему таким образом Украина практически гарантированно защищает Одессу, и Россия просто не сможет ее захватить даже при всем желании. И как происходящее влияет на экономику Украины, ведь экспорт зерна уже достиг тех значений, которые были до полномасштабного российского вторжения. Хотя после выхода России из зерновой сделки Россия грозилась, что теперь не позволят просочиться ни одному кораблю. Обо всем этом, а также о том, что пишут Z-каналы о случившемся минувшей ночью, скорее даже утром, вы услышите прямо сейчас. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал, все эти действия помогают продвигать видео. Ну а такое хорошее видео, которое в очередной раз демонстрирует, как именно уничтожаются российские корабли, и как Украина продолжает доминировать в Черном море, нуждается в том, чтобы как можно больше людей его увидели. Тем более, что Министерство обороны и официальные российские власти продолжают, несмотря даже на то, что появились видео, детальные видео, несмотря на то, что Z-каналы все признали, несмотря на это, Министерство обороны и Владимир Путин продолжают молчать. Ну а на этом канале никто молчать не будет, и с вашей поддержкой на Патреоне, ссылка на него в описании, будем продолжать с вами следить за этой войной и по мере сил помогать ВСУ в ней. Итак, что же произошло? Как произошло уничтожение Цезаря Куникова? Это большой десантный корабль. Дроны главного управления разведки Украины подбили российский большой десантный корабль Цезарь Куников в Черном море утром 14 февраля. Об этом сообщил источник украинской правды в главном управлении разведки Украины. Ну а до этого появился ряд фотографий и видеозаписей, свидетельствующих о том, что в Черном море что-то там взорвалось. В дальнейшем появились более детальные кадры, и сейчас, на момент записи этого ролика, хотя это не изменится в будущем, можно на 100% утверждать, что Цезарь Куников был подбит и затоплен украинскими, собственно, безэкипажными катерами. Ну вот этими самыми морскими дронами, причем украинского производства, по крайней мере, об этом говорит ГУР. Экипаж, надо сказать, большого десантного корабля Цезарь Куников 87 человек. Сколько из них погибли, сколько из них ранено, и сказать сейчас невозможно. Российские затканалы, несмотря на то, что, опять же, никакой официальной информации от российской стороны нет вообще, как это обычно и бывает, я напоминаю, что БДК Новочеркасск был просто поврежден, а некрологи, кстати, точнее, официальные сообщения уже о смерти тех или иных моряков стали появляться только сейчас, а часть родственников до сих пор не может дождаться, ну, официального признания того, что вот на Новочеркасске погибли российские моряки. Им это признание нужно для чего? Для того, чтобы, конечно, засрубить денег. Ну, не только меркантильные там люди, давайте будем честны, некоторые из них надеются на чудо, и что их какой-нибудь сын окажется жив. Но нет, те, кто были на Новочеркасске, они погибли, причем практически все. Те же, кто были на этом корабле, непонятно, погибли в большом количестве или нет. Почему? Ну, потому что сначала было два взрыва, а потом корабль накренился и начал тонуть. Тонул он где-то два часа. Поэтому сказать, сколько человек эвакуировалось, невозможно. Но абсолютно точная информация российской стороны, что пострадавших и погибших нет, ну, не российской стороны, а Z-каналов, является полной туфтой. Потому что в масштабных взрывах, которые мы видели, какая-то часть экипажа должна была погибнуть. Более того, на записи ГУРа, которая потом была опубликована, видно, что они стоят, даже не подозревая об опасности. Ну, то есть это видно в тепловизионную камеру без экипажного дрона, что изначально они не предполагали атаку, то есть не засекли эти морские дроны. Поэтому, безусловно, есть и погибшие, и раненые. Мы видели, как проходит эвакуация, видели летающие вертолеты. Однако очевидцы событий говорят, что эвакуация началась совсем не сразу, а изначально вообще эвакуация проводилась силами мимо проплывающего грузового корабля. И только потом уже подплыли катера для эвакуации и прилетели вертолеты. В любом случае, никаких данных сейчас о количестве погибших моряков российских нет, но будем следить за некрологами. Вообще, БДК Цезарь-Куняков в начале полномасштабного вторжения России в Украину уже был подбит в порту Бердянска. Он там получил повреждения. Это было в марте 2022 года. Тогда же затопили БДК Саратов. Но вот теперь окончательно поставлена точка в существовании БДК Цезарь-Куняков. В 7 утра по Москве появились первые вообще сообщения о происходящем. Надо вновь отметить телеграм-канал «Крымский ветер». Действительно, несмотря на то, что многие сообщения оттуда периодически не подтверждаются, все-таки здесь он сработал быстрее, оперативнее всех. Многие люди, которые находятся в том числе в Крыму, пишут информацию, собственно, им, видимо, в бот, и те ее публикуют. Собственно, в 7 утра по Москве был опубликован первый пост, посвященный этому событию. С моря в районе 7 заслышаны пулеметные очереди, сообщил подписчик, что за морской бой задается вопросом. Телеграм-канал «Крымский ветер» и предлагает присылать фотографии и информацию в свой собственный бот. Чуть позже появляется сообщение. Место взрывов моря, которые начались в 6.04 по московскому времени, предположительно, находятся в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было, утверждают наши подписчики. По неподтвержденным данным атакован российский корабль, заключает «Крымский ветер». В 7.45 уже появляются следующие публикации с подтверждениями. Подписчик утверждает, что после взрывов БДК утонул. Информация нуждается в подтверждении. Просьба к подписчикам, соответственно, посмотреть, что в море происходит. Нужны фото и видео, пишут они. Но очевидно уже, что есть какие-то данные объективного контроля, то есть фотографии или видео, которые показывают, что что-то там взорвалось, что-то там полыхает. Одним из первых Z-каналов, которые это прокомментировали, стал Z-канал Рыбарь. Я уже неоднократно его отмечал. Это единственный из больших каналов. Вы не найдете никакие рассуждения о БДК вот этом, вот Цезарь Куняков, у какого-нибудь Сладкова. Наверное, Пегов, может, упомянет в какой-нибудь сводке, но подробно писать не будет. Вряд ли это будет у Коца, опять же, широко, может быть, каким-нибудь пафосной хренью он отбрехается, но точно не будет ни в чем винить Министерство обороны. А вот Рыбарь – один из последних Z-каналов, больших Z-каналов, который остер на язык и который еще может выражать неудовольствие. Думаю, что скоро ему этот язык подрежут или посадят кого-то с этого Телеграм-канала или просто купят. Поэтому информации от него у нас в ближайшее время будет не так много. Однако вот, что он написал, когда стало известно случившимся. О вероятном ударе по российскому БДК. Украинские формирования в очередной раз атаковали Черноморский флот к югу от населенного пункта Коцевелли на южном побережье Крыма. Судя по всему, поражен российский большой десантный корабль. Вероятно, речь идет о БДК Цезарь Куников. Комментарий от Минобороны России пока нет и не будет, добавлю я от себя. Степень повреждений военного корабля неизвестна. Пишут, что экипаж жив. Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО. Не хотелось бы лить воду на мельницу противника, пишет рыбарь. И мы, затаив дыхание, ждем. Что же это за вода? Но раз за разом Черноморский флот оказывается некомпетентен, не в состоянии отражать нападения со стороны украинских формирований. Прошло два года с момента начала военной операции. Про командование Черноморского флота среди подчиненных военнослужащих ходят не самые лучшие отзывы. И это еще можно было бы списать на обычное брюзжание, если бы не факт систематического огневого поражения объектов Черноморского флота со стороны ВСУ и коллективного запада. На этом моменте так и хочется сказать, пора бы поменять подходы. Вот только толку-то задается вопросом рыбарь. Вообще, конечно, поразительно, насколько беспомощный оказывается Черноморский флот. Раз за разом, раз за разом ему наносится поражение, причем более-менее одинаковым способом. Ну, то есть, нынешнее поражение примерно такое, как было две недели назад. И казалось бы, ну хорошо, вы не можете обеспечить безопасность своих кораблей, но уберите их, пусть стоят дальше в Новороссийске, тем более, что вы так сделали с большинством кораблей. Но нет, России важно демонстрировать, что нет, мы не боимся, и вообще есть возможности и прочее. И расчет понятен. Ну, аудитория ничего не скажет, потому что аудитория об этом никто не расскажет. Про этот БДК не будут рассказывать по Первому каналу или НТВ. Владимир Путин не упомянет его в своих речах. И только Зет-каналы раз за разом будут сообщать о том, что, знаете, вот все-таки есть у нас какие-то проблемы. Вообще это все войдет в историю, безусловно, так как Украина показала за прошедшие два года, что она доминирует на Черном море, что она доминирует без громоздких кораблей, что она доминирует дронами. Похожие вещи происходят сейчас и на линии фронта. Там это осуществляется с помощью беспилотников, в том числе и ФПВ-дронов. Но пока там о доминировании Украины, к сожалению, речи не идет. Потому что прерывание поставок снарядов и гарантии того, что снаряды будут поставлены, сильно ударило по войскам Украины. И они вынуждены даже в обороне испытывать большие трудности в связи с российским наступлением, которое идет без оглядки на количество потерь как среди техники, так и живой силы. Украина же на свои потери не просто оглядывается, а пытается их минимизировать. Именно поэтому у России есть сейчас ситуативные продвижения. Но тем не менее, украинские дроны, безусловно, показывают себя как на воде, так и в воздухе. Возможно, скоро появятся какие-то еще версии, что называется, на земле. Но мы видели такие эксперименты, типа какие-то такие, значит, тоже автоматизированные тележки, платформы, не знаю как назвать, которые едут и взрываются. Но мне не кажется, эта технология суперперспективная, но просто потому, что если у вас есть ФПВ-дрон, который летит и взрывается, зачем вам ездить по земле? Но не знаю, я не специалист, поживем-увидим. В любом случае, автоматизированные системы, системы пока с дистанционным управлением, а в будущем, возможно, автоматизированные, безусловно, являются сейчас важным элементом современной войны, и Украина их использует невероятно умело. В 10 утра появилось видео с места предполагаемого удара. Вот оно перед вами. Многие отметили, что Минобороны о ситуации в очередной раз ничего не сказала, даже когда начали появляться данные объективного контроля. Минобороны России рапортовало, что ночью пресечена попытка киевского режима, как они обычно пишут, совершить террористическую атаку с применением 9 БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря. 6 БПЛА отмечало Министерство обороны. И действительно там, возможно, было 6 БПЛА, только не летящих и не самолетного типа, а, как это, не плывущих, но ходящих и типа водного, которые не были сбиты. Ну как, формально были сбиты, но, собственно, непосредственно с помощью самого корабля. И сейчас мы с вами подробнее посмотрим на видеозаписи уничтожения этого корабля. Их тоже опубликовали, а также на натьезы от каналов. Но поскольку сегодня натьезы от каналов присутствуют в ролике, я напоминаю, что в таких роликах мы с вами продолжаем собирать помощь Украине. Мы вообще с вами многого уже смогли добиться, даже вот на этой площадке для сбора, на которой мы собираем в последнее время уже 6 сборов с помощью ВАЗ закрыто. Ну, я туда тоже вкидываю, мы вместе с вами вкидываем. И недавний большой сбор мы тоже закрыли. Спасибо всем за это большое. Вот сбор новый на машину для разведчиков. 400 тысяч гривен нам с вами надо собрать. Собственно, вот QR-код, по которому вы это можете сделать. Ссылка на сбор также в описании. Ну, и напоминаю, что если вы находитесь в России, то этого делать не надо, потому что вас арестуют и посадят. А это совершенно не нужно ни вам, ни мне, ни Украине. Поэтому, если вы находитесь за рубежом, то, да, пожалуйста, помогайте с этим сбором. Ну, а мы с вами продолжаем. В 10.35 управление стратегических коммуникаций при аппарате главнокомандующего ВСУ подтвердило, что, возле Лубки был потоплен большой десантный корабль «Цезарь Куников». Зет-канал «Романов Лайт», кстати, отмечает, что из шести кораблей данного проекта, входивших в состав Черноморского флота, на данный момент строю осталось всего два. То есть четыре строя уже выведены. В 10.54 появилось большое видео, как ГУР потопил БДК «Цезарь Куников». Оно выложено в телеграм-канале Главного управления разведки Украины и сопровождается следующим текстом. 4 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими сил безопасности обороны Украины уничтожили большой десантный корабль «Цезарь Куников» Черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы группы 13 ГУР Министерства обороны Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Помните, кстати, это те самые морские дроны, которые собирались, в том числе United24, на которые я тоже донатил. Поэтому чувствую свою причастность к этой замечательной победе. Видите, как здорово можно и помогать, и чувствовать свою причастность. Да, мы сейчас прям с вами, со многими зрителями не можем, я не знаю, не имеем навыков, возможностей, да и смелости пойти в окопы и помогать в Украине, но каждый ваш донат в сборах на дроны, в сборах на машины, он имеет значение. Поэтому давайте продолжать это делать. Вражеский корабль, продолжает ГУР Министерства обороны Украины, атаковали ударными морскими дронами «Магуры В-5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алубка. В итоге Цезарь Куников получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично отмечает ГУР Министерства обороны Украины, что русский офицер, имя которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад, в этот же день, 14 февраля. Большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775, одно из новейших российских судов, мог вмещать 87 членов экипажа на борту, использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела. Слава Украине, отмечает ГУР Министерство обороны Украины. И в этом смысле, вообще, почему мы говорим о больших десантных кораблях? Тоже надо понимать, почему важно их уничтожение. Ну, во-первых, прямо здесь и сейчас они занимаются перевозкой грузов. То есть они перевозят и взрывчатые вещества, снаряды, в целом грузы для военных целей. Когда был, например, не функционировал Крымский мост, а я надеюсь в скором времени это вновь случится, они перевозят в том числе, значит, эти маленькие фуры с различными грузами, уже там, не знаю, едой и всем остальным, вот, для снабжения российской группировки войск. Также десантные корабли использовались, были попытки использования в начале полномасштабного вторжения для какого-нибудь десанта, например, в Одессу. И в дальнейшем Россия может вновь иметь планы сделать все так же, ну, точнее, попробовать уже реализовать это полноценно. И мы понимаем, что Одесса, безусловно, все еще остается одной из целей России. И уничтожение этих кораблей, и вообще возможность уничтожения кораблей в Черном море является залогом того, что Россия не сможет захватить Одессу и другие, соответственно, города, расположенные на берегу. Помимо прочего, собственно, контроль за Черным морем и невозможность России смело выводить туда свои корабли и гарантирует Украине спокойное прохождение торговых судов со зерном, который вывозится с территории Украины и продается. Это, собственно, обеспечивает бюджет Украины. Это очень важная история. Как вы помните, существовала зерновая сделка, в рамках которой Украина должна была все там согласовывать с российской стороной. Ну, сделка была у Украины с Турцией и у России с Турцией. То есть напрямую сделки не было. И Россия в какой-то момент вышла из этой сделки, громко заявив, что теперь любое судно, которое будет выходить из портов Украины, оно будет, соответственно, восприниматься как военное и угрожая Украине. Украина сделала то же самое. Сказала, любое судно в Черном море будет восприниматься как военное. Но над этим российская сторона только посмеялась. Правда, смех был недолгим, потому что оказалось, что действительно Черное море контролируется Украиной, а не Россией. А российские суда многие ушли в Новороссийск. И когда они оттуда выходят, им становится не очень сладко. Это замечает даже такой яркий российский пропагандист Подоляка. Не путать с Михаилом Подоляковым. Он, наверное, тоже один из немногих, кто прям критически написал в своих Z-каналах. То есть Туребарь это делает постоянно, а Подоляк прям с начала войны постоянно рисует карточки, стрелочки. У него уже и 24 февраля Россия победила еще в 2022 году. В общем, это прям самый пропагандистский пропагандист, который вообще делает победу из всего, а выдумывает на ходу постоянно. Ну, в общем, большой любитель. Еще перепустили какой-нибудь типа инсайд. Есть такие слои из интернета, где, значит, есть якобы украинские каналы инсайдеры, и они там что только не пишут. Там просто такое безумие. То есть они как бы прикидываются вхожими в украинские круги и пишут там типа, я не знаю, вот умер какой-нибудь Буданов или умерли какие-нибудь натовские генералы, вообще натовские генералы сидят чуть ли не в туалете у Зеленского. Ну, еще что-нибудь такое. Короче, там прям безумие абсолютное. Подоляк все это любит, все это репостит. И вот даже у него у нас только, так сказать, как это шапка закидателя российской армии, есть вопросики к происходящему. Лично у меня возникает все больше и больше вопросов к руководству Черноморского флота, пишет он. Не слишком ли много глупых потерь? Интересно, что этот вопрос появляется у него лишь в феврале 2024 года. Телеграм-канал Старший Эды тоже весьма категоричен. Гура опубликовал видео с атакой на БДК Цезарь-Куняков. Естественно, сейчас появится много постов о том, что британцы все продумали, американцы следили с беспилотникой и наводили морские дроны. Да, скорее все так и было, но я мягко скажу, недоумение от Черноморского флота, раз за разом пропускающего атаки на боевые корабли. Военный осведовитель заключает, как и в случае с Ивановцем, БДК был атакован в темное время суток сразу несколькими дронами «Камикадзе», получил критическую пробоину, дал крен и затонул. О судьбе экипажа на данный момент точных данных нет. Все утро продолжалась спасательная операция. Можно констатировать, что текущее командование Черноморского флота полностью соответствует в профнепригодности своим не менее славным предшественникам С-22 года. Корабли флота, до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствами противодействия, расстреливают, как куропаток, заключает военный осведомитель. И я думаю, это довольно емкая характеристика происходящего. Дмитрий Борисенко публикует сообщение Министерства обороны и пытается найти там хоть строчку о случившемся. И где в этом сообщении Минобороны по ситуации за прошедшую ночь хоть слово об ДК, Цезарь Куняков? Все сбито, все атаки отражены. Вопрос к генералу Коношенкову, отвечающему за информацию. Ну, какие вопросы могут быть к генералу Коношенкову, отвечающему за информацию, я не знаю. Ну, то есть, правда. Это человек, который врет два года без перерыва. И более того, господин Борисенко, будьте вы прокляты и горите в аду, значит, вы и ваши коллеги сами про это неоднократно писали. До момента, пока вас всех не прижали к Наксю, до момента, пока не убили Пригожна, не посадили Стрелкова, до момента, пока вы все якобы бравые поддерживатели российских войск не зассали, пока вы все не стали в унисон петь с этим самым Коношенковым, помогая ему распространять дезинформацию. Нет, понятно, вы за уничтожение Украины и все такое, но даже с этой точки зрения ваши цели не оправдываются, когда вы вторите официальной российской пропаганде, особенно военной, так как российская армия с этим ослабляется. Ну, она потому что физически расслабляется и считает, что все уже почти завершено. Интересно, что на самом деле те военные, которые находятся на передовой, которые пишут в свои Z-каналы, они пишут, что на фронте полная жесть. Ну, что даже в Авдеевке, где в России, безусловно, есть успехи на данный момент, это невозможно отрицать, все эти успехи очень и очень большой кровью. Но Сато Коношенков постоянно расскажет, как все атаки отбиты, потерь нет, все корабли в строю, и среди экипажей тоже никаких проблем нет. Ни танковых, ни корабельных, ни еще каких-нибудь. Но раз не может ответить Минобороны, может быть, ответит пресс-секретарь президента России, уважаемый зритель, как вы думаете? Все-таки, ну, как бы у него название, правда, должен быть пресс-секретарь президента России, потому что в России нет президента, в России есть диктатор, который изурпировал власть, а у него есть вот эта вот усатая хрень, которая что-то говорит. Но давайте послушаем его ответ на вопрос про и конкретно этот БДК, и в целом ситуацию, которая в Черном море складывается. Сегодня появилась информация о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? И, как вот видится Кремлю, есть ли какая-то глобальная опасность для российского флота с учетом того, что все-таки флот Украины не так могущественен, как российский? Вот почему такое происходит все-таки в потере кораблей? Спасибо. Смотрите, это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства оборудования. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я бы к этому поводу ничего сказать не могу. Как видите, отвечать он не планирует. Впрочем, кто удивлен, поднимите руку. Затканал Кудичев пишет. Про каждый наш подбитый корабль, а и все больше, мне особенно больно читать. Теперь вот БДК Цезарь Куняков. Официального подтверждения пока нет, но, судя по всему, это правда. Каюсь. Я сам ржал, когда украинские военные важно рассуждали о тактике тысячи порезов и т.д. Их флот два корыта, и наш сравнили тоже. Ха-ха. А вот не ха-ха, пишет он. Впрочем, это, наверное, такая большая характеристика, которая применима ко всей российской армии. Она вся думала об Украине совершенно не так, как следовало бы, если бы они изучали, что называется, врага заранее. И поэтому российские войска, которые ожидали, что их встретят с хлебом с солью, они как-то очень расстроились в 1922 году. Знаете, это сейчас все уже исходят от того, что украинская и российская армия примерно равны. И поэтому сейчас у многих, мягко скажем, многие не в восторге, я включаю меня, от того, что происходит на поле боя, где действительно тяжелая ситуация для ВСУ. Но это же, надо понимать, довольно новое явление, то есть восприятие российской армии на уровне армии украинской. До полномасштабного вторжения все считали, что это вообще несобставимые величины. А уже сейчас, в 1924 году, собственно, относительный паритет на линии фронта и медленное прогрызание России большими потерями себе пути вперед, оно выглядит чем-то разочаровывающим. Потому что казалось бы, что Украина уже, не знаю, в Кремле должна быть. И вот это ощущение, что Украина должна быть в Кремле, оно, конечно, появилось на фоне, так сказать, головокружения от успехов. Ну и пусть такое головокружение будет теперь у России, потому что, собственно, каждый раз, когда Россия начинает недооценивать происходящее, она несет тяжелые потери и, собственно, несет поражения. Будем надеяться, они впереди. Ну и в целом судьба у большого десантного корабля Цезарь-Пуняков довольно интересная. Это отмечает еще один канал. Затонувший сегодня утром БДК Цезарь-Пуняков прошел интересный боевой путь, если так можно выразиться в отношении корабля. После известного марш-броска ВДВ на Приштину в 1999 году и, достигнутых по его итогам соглашений, Цезарь-Пуняков участвовал в переброске будущего российского контингента в составе КФОР из порта Туапсе в греческий порт Салоники. В ходе войны в Грузии в 2008 году Цезарь-Пуняков возглавлял группу кораблей Черноморского флота, принявших бой с грузинскими катерами возле побережья Абхазии. Во время российской военной операции в Сирии с 2015 года Цезарь-Пуняков являлся активным участником Сирийского экспресса, перевозя вооружение, боеприпасы, снабжение, личный состав в Сирию и обратно. Последним серьезным случаем в карьере Цезаря-Пунякова стал удар украинской точкой У по порту Бердянска в 2022 году, где он с группой других БДК выгружал технику и снабжение для группировки на Мариупольском направлении. Корабль получил повреждения, однако был восстановлен и снова стал в строй. Погиб БДК Цезарь-Пуняков 14 февраля 2024 года, в день гибели Героя Советского Союза Цезаря Львовича Кунякова, именем которого и был назван. Вот такая история этого корабля, которая на самом деле довольно увлекательна, но самое важное во всем происходящем, это то, что действительно Украина, несмотря на тяжелое положение на фронте, продолжает показывать, что у нее есть способы побороть превосходящего противника. Превосходящий противник не по моральному духу, не по задумке, не по генералам, а просто количественно. У России больше кораблей, хотя с кораблями тут вообще даже сравнивать не имеет смысла два флота. У России больше техники, у России больше ракет, у России больше возможностей и ресурсов. Но Украина показывает, что хитростью и умением она может наносить удары по чувствительным российским кораблям, технике и всему остальному. При этом мы уже даже с вами не подсчитываем стоимость. Понятно, что затопление такого корабля – это гигантские деньги. Такие корабли строятся годами. На них тратятся миллионы долларов, если не десятки миллионов долларов. И это, конечно, большой удар по всему российскому флоту. Правда, этот удар уже не воспринимается так сильно, потому что мы начинаем потихоньку привыкать, потому что раз за разом, неделя за неделей российские корабли уходят на дно. Ну, туда им и дорога. Как и всей оккупационной армии, которая, я надеюсь, будет разбита, Украина победит, а Россия больше никогда не встанет на путь фашизма, агрессивных войн и оккупации чужой территории.